Всем привет, мои хорошие! С вами Айка. И сегодня, как вы уже понимаете, мукбанг с клап-сэндвичами. Рецепт я обязательно оставлю в инфобоксе. Обычно в ресторанах, когда я заказываю клап-сэндвич, туда кладут либо куриное мясо, либо кладут колбаску. А здесь я сделала так, что здесь есть и колбаска, один слой это колбаска, один слой это куриное мясо. Вот так получается очень вкусно. Начинки сделала прям много. Я люблю, когда именно так. Мама просила обязательно в начале видео упомянуть о том, что рецепт в инфобоксе. Очень вкусно! На мой взгляд, фишка клап-сэндвича во вкусной колбаске. То есть, если использовать дешевую колбасу, и все. Еще плюс в ресторанах, еще вот так вот режутся, все маленькие получаются. В последнее время я начала замечать такую закономерность, очень интересную. когда все подписчики узнали о том, что монетизации в России больше не будет. Где-то 30% аудитория кричала «Ура!» Наконец-то блогеры пойдут на заводы, а то зажрались. То есть, искренне радовались тому, что блогер больше не будет получать копеечку за свой контент. Даже, знаете, в какой-то степени было обидно за блогеров. В том плане, что не все же мы, например, как Ольга Бузова, получали за один пост в инстаграме, например, полмиллиона рублей. У кого-то там еле стол окупался, у кого-то там копеечка оставалась, небольшая, так скажем. Но люди так радовались, вы пойдете на заводы, на заводы пойдете, ура, наконец-то! И где-то 40%, так условно вам говорю, блогеров начали меньше контента снимать. Меньше в том плане, что они нашли какую-то дополнительную работу. Блогер, которого я смотрю, она прошла курсы астролога. Я не очень в этом разбираюсь, и когда во влогах она об этом говорит, я всегда перематываю. Возможно, вы меня исправите, как-то по-другому это называется. Ну, в общем. И она начала зарабатывать с этого. И вы бы почитали ее в комментариях, где пишут, вот, сейчас на ютубе монетизации нету, но это не может быть бесконечно. То есть, со временем монетизация появится, аудитории у тебя уже не будет, ты уже не снимаешь ничего. То есть, аудитория все-таки скучает по блогеру. И понимает это только тогда, когда блогер находит дополнительную работу и перестает уже снимать контент. Понятное дело, что все мы люди. Никто не пропадет. Все что-то найдут. Возможно, даже это будет старт для чего-то нового. И когда у тебя есть аудитория, тебе просто начать какой-то бизнес, начать чем-то заниматься. Если даже среди твоей аудитории 30% людей, которые радуются твоим неудачам, все равно на канале есть еще 30, которые тебя очень любят и хотят тебе чем-то помочь. По-любому, у кого-то из этих 30% есть какая-то фирма или занимаются каким-то бизнесом. Если ты просто скажешь в своем видео, что ты нуждаешься в работе, тебе по-любому кто-то да поможет. Если вы желаете зла блогеру, то, скорее всего, голодным он не останется. Все жили до Ютуба, и после Ютуба тоже все будут жить. Просто меня умиляют хейтеры. Которые сначала пишут ой, как хорошо контента не будет, а потом скучают. Мне кажется, в какой-то степени хейтеры тоже любят блогера. Ну, просто любят своеобразно. То есть, они тоже скучают. У них тоже уведомление стоит, колокольчик на блогера. Когда же выйдет видео, напишу какую-то гадость. Возможно, это просто такие токсичные люди. Я недавно была в супермаркете. Не совсем супермаркет. Это такой большой магазин, где продается очень много мелочи. И там они поставили вывеску, что скидки. Музыка, шарики, открытые двери, скидки. Я там купила кое-что из мелочи для дома. Иду на кассу. На кассе женщина покупает картину. Ну, такая небольшая картина. Ну, такая говорит кассиру. У нас вообще в Азербайджане надо дать Оскар каждому кассиру. Просто у нас такие офигенные кассиры. Я таких нигде в жизни не видела. Такие приветливые. Хотя такой поток людей просто. Всем улыбаться, всем угождать реально сложно. Но очень приветливые кассиры. В общем, женщина такая говорит кассиру. Вот вы там вывески повесили. Скидки, скидки. Какие скидки-то у вас? Цены такие же, как всегда. И кассир такая говорит, вот на эту позицию скидку. На то. Вообще реально очень много скидок было. Я не знаю, что она не заметила. И покупатель такая, так это все в других магазинах везде так стоит. Это не скидки. Кассир улыбнулась. Начала перечислять товары, на которых действительно очень хорошие скидки. И женщина такая, ой, да ладно, типа не лечи мне. Пробила свою картину. Потом целый час начала расспрашивать ее. Говорит, а здесь крепление есть, куда повесить и так далее. Но для этого есть консультанты, понятное дело. Ты уже на кассе. И сейчас обсуждать, есть ли крепление у товара, который ты уже купил, как минимум тупо. Это я к чему? Это просто хейтер в реальной жизни. Человек просто пылал негативом. Женщина где-то в возрасте 45-50 лет, где-то как моя мама. Реально просто человек очень такой назойливый, бесячий человек. Кассир уже пробивает товар мне. Она не уходит, стоит рядом. Говорит, а пакетик не дадите? Она ей дала обычный пакет этого магазина. А это нет, вот этот вот розовый. А они в продаже, эти пакеты. И она такая говорит, ну эти пакеты в продаже, это подарочные пакеты. И она такая, а что, бесплатно, типа не можете дать? Я у вас покупку сделала. Короче, за эти 10 минут я просто поражалась устойчивости кассира. она улыбаясь выпроводила ее. Поэтому хейтеры это не только те люди, которые строчат негативные комментарии в интернете. Это те люди, которые есть вокруг нас, они ходят. Человек просто очень токсичный. глубоко обиженный, нежизнерадостный. Сочный. Поэтому, наверное, обижаться на таких людей не стоит. У меня однажды было видео, где я говорила про какую-то хорошую новость, что случилось у меня в жизни. Не помню про что именно. Я квартиросемщиков нашла или... Ну, в общем, что-то такое было. Хорошая новость. И одна девушка мне пишет, ты видео назвала хорошая новость. Какая-то хорошая новость для меня. то, что ты там нашла квартиросемщиков, то, что у тебя там дела хорошо идут, для меня это не хорошая новость. Так что последнее время меня просто умиляют комментарии по типу того, что блогер, давай снимать. Давай снимай контент. Яблочный сок закончился. сочнейший. Я просто иногда, например, представляю, кассир и я уже задолбались от нее. А вы представьте, у нее дома там невестка, сын, дочь. Как они задрались. Мне очень нравятся жизнерадостные люди, например, как мой брат. несмотря на то, что сейчас, например, у него есть некие проблемы. Он всегда улыбается, он всегда на позитиве. Это дорогого стоит. Он всегда улыбается, на этом все, я наелась спасибо огромное, что досмотрели это видео до конца не забывайте ставить лайки и подписываться всех люблю, пока